Область будущего готова голосовать. Избирательная комиссия из добровольцев в сборе. Списки на месте, бюллетени тоже, всего 400 штук. В них 8 кандидатов на пост президента форума. Правда, четверо претендентов сошли с дистанции, в последний момент сняв свою кандидатуру. Самые смелые отправились на сцену завоевывать избирателя. Моя профессия художественный руководитель. Поэтому, после того, как я стану вашим президентом, вашу жизнь мы художественно украсим. Я вам обещаю, что все лекции будут сопровожаться танцами, песнями и всем, что вам нравится. Как разнообразить жизнь внутри лагеря? Креативные способы ее улучшения основное в программах кандидатов. Одни обещали ионизаторы в каждую палатку, другие – смену режима. Я обещаю обещать, что отбой будет позже. Может быть, часик на два, на три, но это же надо согласовывать. Поэтому конкретных дат я никогда никому не скажу. Среди шутливых заявлений – идея государственного значения. Так Марина Скакун из Ельца предложила всем участникам форума помочь жителям Украины. Провести благотворительную гуманитарную акцию по сбору крови и направить ее на Украину в помощь Юго-Востоку. Свежие идеи кандидатов избиратели принимали с восторгом. Особенность этой кампании – женское лицо. На пост президента претендовали три представительницы прекрасного пола и только один парень. Максим Горелов из Усмани решил завоевывать симпатии электората, рассказывая о своих прежних заслугах. Максим Горелов побежает в конкурсе молодых лидеров Липецкой области и получает президентский грант. Вот это, ребята, было реально. Насколько убедительны были кандидаты, выяснилось на избирательном участке. Здесь проголосовали 169 человек. Явка на этих выборах составила больше 40%. Ну, во-первых, почему бы нет – это раз. А во-вторых, все равно интересное какое-то мероприятие. Люди открывают себя, пробуют в политике, так сказать, местной. Я думаю, это лучше, чем нет. Мы надеемся, что данная игра, которую мы сегодня провели, выборы президента форума «Область будущего», она в дальнейшем скажется на электоральной активности нашей молодежи и процент явки молодых людей на избирательном участке станет выше. По результатам голосования президентом стала худрук Екатерина Селеменева из Елецкого района. У нее около 30% голосов. Это первый случай, когда такой пост в нашей стране достался представительнице прекрасного пола. Правда, проводить свою политику в лагере ей не удастся. Выборы президента форума – всего лишь игра. И возможность в очередной раз заявить о себе. Ольга Бугакова, Роман Авраменко, Липецкое время, Грязинский район.